Каждый ученик школы номер 5 города Пересвет теперь знает, как звали того самого героя, который когда-то учился в их школе, сидел за теми же партами, а потом погиб, вместе со своими сослуживцами неподалеку от Грозного, защищая рубежи родной страны. Александру Ваганову не было и 30-ти. Совсем юным помнят его учителя родной школы. Ему всегда будет 26 лет. Саша был тихим, скромным учеником, как и многие занимался спортом. Но именно на таких простых ребятах держатся наша армия и страна. Он хотел в институт поступить, на физкультурное отделение, хотел высшее образование получить, а так получилось, что не сдал экзамены в институт и пошел в армию. А после армии в охране одно время работал, а потом пошел в ОМОН, потому что он всегда спортом занимался и его как бы это интересовало. Добрый, внимательный, с активной жизненной позицией – таким помнят Александра друзья и близкие. В небольших городах, таких как Пересвет, все друг другу знакомы. Вот и Сашу Ваганова знали многие. А трагедия, случившаяся почти 15 лет назад, стала общей утратой. Для нас, жителей города Пересвет, большая честь, что отряд Сергея Посадского ОМОНа находится на нашей территории. Александра Ваганова я знал, я знал родителей Александра Ваганова, я с отцом долго работал. Сейчас мы отдаем дань памяти Александру и всем погибшим товарищам в 2000 году. Я надеюсь, что действительно он будет являться примером для всех вас, ребята. Право открыть мемориальную доску Александру Ваганову на стене школы номер 5 города Пересвет было предоставлено бойцу Сергея Посадского ОМОНа и учащимся 11 класса 5 школы Маркеттишорохова. Дорогие родственники, сослуживцы администрации славного города Пересвет, Дорогие ребята, здесь, на этой вахте памяти, я уверен, что запомнится этот день вам навсегда. И вы не допустите никакого переписывания истории. Мемориальные доски бойцам Сергея Посадского Отряда Милиции особого назначения погибшим в Старопромысловском районе Грозного 2 марта 2000 года до памятной даты гибели будут установлены еще на нескольких школах района, где учились бойцы. Инициаторы, это наши ветераны, это Боков Сергей Евгеньевич, администрация района, города. Те люди, которые помню, знают, помогают отряду и семьям память о наших ребятах, которые погибли 2 марта, как-то держать у молодежи, что все это было на слуху. Тем более сейчас сами видите события, которые происходят на границе. И тема патриотизма, мужества, любви к родине, она очень актуальна в наше время. Такое мероприятие является очень важным в жизни школы, в жизни детей, в жизни учителей и вообще для нашего города. Переоценить такое мероприятие и его впоследствии в деле воспитания, патриотического воспитания наших детей невозможно. Учащиеся школы должны знать своих героев, историю своего поселка, что действительно в их школе учился настоящий мужчина, настоящий защитник своего отечества. Не только мы должны жить этим мирком, а это должно быть поставлено таким образом, чтобы люди видели, проходя мимо, посмотрели, вспомнили или кому-то рассказали. Я Александра знал, мы служили вместе в одном отряде, вместе были в этой трагической командировке. Тогда у нас все ребята были, конечно, достойные и погибли ребята, хорошие, лучшие ребята ушли. Сегодня, значит, в рамках нашей акции «К 15-летию гибели ребят» мы открыли очередную доску в Пересвете. До 2 марта мы планируем открыть оставшиеся доски оставшимся погибшим ребятам по всему району. Татьяна Сташенко, Алексей Галкин, День города.